Добрый день! Это новое шоу на канале Мир IT с Антоном Павленко под названием Траблшутинг. В данном шоу участвуют три случайных участника, они же траблшутеры, которые до шоу были незнакомы, да и вообще находятся в разных городах. Давайте с ними познакомлю. Всем привет, меня зовут Виталий, я девопс инженер в компании SoftSolution, опыт работы год. Всем привет, меня зовут Роман, я тимлит в веб-разработке, занимаюсь веб-разработкой больше 10 лет. Привет, коллеги, меня зовут Александр, мне 39, я системный администратор из Москвы, работаю в НИИ. Цель игры словесно помочь тупому джину разгадать в чем проблема и попытаться ее локализовать. В организации Рога и Копыта во время выходных произошел сбой на неизвестном никому сервере мойкотикобармотик.рф. Давайте послушаем, что пишут пользователи. Клиенты жалуются, что при операциях в личном кабинете периодически выдается ошибка. У нас проблемы, наши специалисты работают на этом. Причем при одних и тех же действиях ошибка может быть, а может и не быть. Сервис мне неизвестен, что мне делать? В процессе игры будут открываться все новые и новые компоненты системы, пока участники знают только домен. Давайте посмотрим, как они будут решать проблему. Так, ну во-первых, не переживай и не волнуйся, мы тебе поможем. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, ты, это пользователи жалуются, прямо пользователи жалуются? Или ты, может быть, тебе пришли какие-то в телеграмм или в почту или куда-то еще там повещения автоматические? Может быть, там что-то сказано? Это пользователи жалуются, пользователи, да. А мониторинга у вас нет? Ничего, никакие алерты вам не приходят? Алерты не приходят, мониторинг есть. Может, они не отстроены? Какой мониторинг? Ты, наверное, Джун, тебя просто не включили еще в рассылку. Нет, я не знаю. У тебя есть доступ к мониторингу? Да, есть. А документация вообще есть какая-то, где расписаны доступы, вообще что и что где есть? Есть вики. Вики, прекрасно. Можешь зайти в мониторинг и посмотреть, рассказать, что ты там видишь? В мониторинге вроде все нормально, по крайней мере, куда мне есть доступ. Ну, он хотя бы как называется? Это там, я не знаю, Zabbix, Prometheus, там, Grafana, Telegraph, что? У меня доступ к Grafana. Итак, трэблшутером открылись новые компоненты. Джун имеет доступ к системе мониторинга с помощью панели Grafana и может подчеркнуть информацию в корпоративном вики. Как эта информация им поможет? А, Grafana, понял. Антон, ты в личный кабинет имеешь доступ? То есть, условно, ты можешь воспроизвести те действия, о которых ты знаешь, что они у кого-то вызывали ошибку? В принципе, могу. Так, хорошо. Можешь сразу, можно тебя попросить, ты умеешь пользоваться командой NSLOOKUP или хотя бы PING? Да, могу. Можешь попинговать мой котик, как он милый котик, обормотик, в общем, домен. Да, попинг-гол. И посмотреть этот айпишник, который, он там один, кстати? Айпишник один. Айпишник один. Можешь в Вики поискать по этому айпишнику данные и посмотреть, есть ли у тебя доступ, ну, точнее, как вообще просто поискать этот айпишник в Вики? В вижу. В Вики, да, сейчас еще. Ну... Про него что-нибудь сказано, это... Ну, смотри, нам сейчас важно узнать следующий момент. Айпишник 10, 104, 16, 124, 96. Ага, тут написано, что это сервис балансировки нагрузки. Траблшутеры определились, что домен смотрит на сторонний сервис балансировки нагрузки. Новый элемент в нашей системе. Следующее, что я тебе хотел попросить у Джуна сделать, это сделать хуи с этого айпишника и посмотреть, ну, собственно, кому он приближет. Мы уже, в принципе, Вики это посмотрели. Ну, окей, Вики. То есть, а доступ в эту систему у тебя есть? Да, есть доступ, я сейчас, вот, захожу. Ага, да, доступ получил. В сервис балансировки нагрузки есть что-то в блоках об ошибках? Да, вот тут графики есть, он показывает, что 500 есть. Мне кажется, 500 это ошибка приложения. Давай попробуем выяснить, какое приложение вообще крутится там. Где крутится? Мы же на сервисе. Я прошу прощения. Виталий все правильно сказал, но я предлагаю сначала минимизировать эффект на пользователях. То есть, короче говоря, нам основная цель сейчас исключить проблемные... Ну, суть в чем, Антон? Смотри, у тебя есть балансировщик нагрузки, за ним находится... То есть, это просто сущность, которая, как бы, ну, балансирует нагрузку. За ним находятся серверы приложений, то есть, сущности, на которых крутится непосредственно вот то, что там личный кабинет и так далее. Судя по тому, что пользователи жалуются, что проблема появляется иногда, только часть из этих вот серверов приложений, часть не работает. Соответственно, нужно неработающую часть как-то вот исключить из балансировки, вот, с ней посмотреть, что с ней происходит и вернуть. Я вот тут смотрю, тут три... он смотрит на три айпишника, вот, и по всем этим айпишникам есть пятисотые. Прямо подряд, по всем? Ну, они периодически, вот, как пользователь говорил, что периодически возникает. Ну, тут бывает, бывает, не бывает. Антон, ты сказал, там график с ошибками. Чего-чего не слышно было. Антон, ты говоришь, там есть график с ошибками, то есть, ошибки распределены по времени. Есть какая-то закономерность? Да, есть закономерность, ошибки, вот, с последнего рабочего дня начались. А что было? Что-то известно, что делали в пятницу, там, может быть, что-то какой-то новой версии? Я не знаю, как посмотреть. Не знаешь. А, подскажи, пожалуйста. Я даже не знаю, что это за приложение. А подскажи, пожалуйста, нет ли зависимости, вообще, можешь ли посмотреть в мониторинге, нет ли зависимости количества, ну, приходящих пользователей на, ну, куда, вот, на это доменное имя и количество ошибок, нет ли корреляции. Это где посмотреть? Ну, я не знаю, наверняка у вас есть, наверняка у вас есть какая-нибудь там, что-нибудь метрика там или какой-нибудь, ну, в общем, сервис по аналитике, которым пользуются эти самые веб-ваши разработчики. Ну, вот, я смотрю, здесь, ну, как бы, оно не сильно коррелируется. Не коррелирует, понятно. Знаете, как его зовут? Ну, вот, 200-500, они, ну, как бы, нету такого, чтобы они там где-то выделялись. А вот на эти IP-шники... Я вижу, что на графике, ну, вот, если так посмотреть, 500-200 где-то один к трем, но это приблизительно. Ну, больше чего, 500-200? 200-х больше. Окей. А вот к этим трем IP-шникам у тебя, можешь по ним посмотреть вики, поискать, что это вообще такое? То есть, да, вот, есть доступ, доступ к SSH вижу. На все три? Подключаться? Да, да, подключаться. Да, да, подключаться. Подключаться, подключаться, подключаться. Знаешь, что подключить, пожалуйста, к тому, который больше всего 500, если можно... А не одинаково приблизительно. Одинаково. Окей, значит, к какому-нибудь. Да, подключился. А что там? Ты подключился к SSH, там, соответственно, Linux какой-то. Да, да, Linux, Linux. Ubuntu. Хорошо, выполни, пожалуйста, командочку SSSS-TLPM. Выполнил. Так, что там у тебя слушает на 80-м порту? Ну, то есть... Докер. Понимаешь, о чем речь? Докер. Ага. Докер прокси, наверное, да? Да. Скажи, пожалуйста, докер... Ну, в смысле, выполни командочку, пожалуйста, докер PS. Да, выполнил тут контейнер и джинкс. Контейнер и джинкс, окей. Нам открылись три новых элемента. Это балансировщики нагрузки. Два из них находятся на серверах надежного партнера сегодняшней игры FirstVDS, один на нонейм хостинге. Если вы ищете надежный хостинг, то переходите по ссылке в описании, ознакомьтесь с предложениями FirstVDS, там вас ждет много чего интересного. Давайте продолжать поиски нашей проблемы. Так, какие-то волиумы к контейнеру подключены, смонтированы, ну, через минус UV смонтированы? Тут только, а, да, да, есть. Докер инспект, можно сказать, докер инспект. Да, да, есть, есть тут конфигурация. Конфигурация, да. Конфигурация, да. Посмотри, пожалуйста, конфигурацию на предмет такой, как бы, секции upstream, что в этом написано. Либо Proxy Pass, либо PassCGI Pass. Ну, вот на этом сервере подключение, ну, тут 6 айпишников. Других надо, на других смотреть? На других не надо. Ага. 6 айпишников, а тебе понятно примерно, что это могут быть за айпишники? Какие там айпишники? Ну, вот я в вики смотрю, на них тоже есть DOSLPSSH. А айпишники, они примерно, ну, первые два актета, скажи, пожалуйста. Ну, они нашей сети. 190-192. Ну, вашей сети... А, 120-192, я понял. Хорошо, зайди, пожалуйста, на какой-нибудь из... Точнее так, посмотри, пожалуйста, выполни командочку докер-лог-ф и имя контейнера. Или logs, я не помню, честно говоря. Logs. Вот, и посмотри, пожалуйста, по логу, если можешь выделить тот айпишник, вот из тех вот 6, которые в апстриме есть, тот айпишник, на который там какие-то идут ошибки, ругают, что-то такое. Есть такой? Да, есть такой. Зайди, пожалуйста, туда. На один? То есть на других нехажек нету? Нету, других нету. То есть только 1,6? Да, да. А тогда зайди, пожалуйста, на оставшиеся вот три из первых, из первых вот у нас получается три инжинса, да, в докере? Вот на оставшиеся два зайди, пожалуйста, и посмотри, не тот ли тот самый айпишник. То есть не повторяется ли? Смотри, это он, то есть проблема у нас в одном сервере получается. Ну, сейчас я посмотрю. Смотри, пожалуйста. Да, вот проблема на этом сервере, да. То есть остальные работают как бы, а один, стоят два, стоят восемь какой-то там проблем. Да, он отдаёт пятисотые. Нам открылось шесть новых машинок с приложениями. Одна из них отдаёт пятисотые ошибки. В чём проблема? Давайте искать! Ну, заходи же на него скорее. Да, зашёл. Зашёл. Ну, то же самое, SSLPN. Угу. Тут этот, этот, голланд приложение в докере. Я посмотрел в докере. Голланд приложение в докере. Да. Коллеги, есть идеи? Ну, сначала нужно проверить само приложение, так как ошибка пятьсот. Давай, давай тоже выведем логи самого. Есть предложение у меня. Единственное, давайте вернёмся к моему предложению изначальному. И, Антон, можешь, пожалуйста, на этих всех, прямо зайти руками в каждый из вот этих трёх айпишников, которые вот первые за балансингом, и прямо в докере, точнее как, не в докере, в файликах, которые, в файлах конфигурации, которые подключены как volume к докерам, к докер-контейнерам Nginx, закомментировать айпишничек, которые вот проблемные, 122, 168, на которые ошибки, и перезапустить эти контейнеры. Ну, просто, чтобы пользователям, пользователям всё наладилось. Хорошо, хорошо. Вот, сделал. Возвращайся, пожалуйста, теперь обратно вот этот вот проблемный, где логовское приложение в докере. Зачем оно в докере интересно? Ну, ладно. А давайте вернёмся к Nginx, и мы по логам обнаружили сервис, который сбоит. От этого сервиса приходили вообще двухсотые, или он всё время отвечает пятисотыми? Есть и двухсотые. Так, то есть, сервис сбоит, но при этом на что-то он отвечает. Да. Хорошо. Так. Ну, я предлагаю посмотреть логи сервиса для начала. Ну, да. Docker Logs минус F. Или просто Docker Logs, вот этот вот контейнер. Ну, вот тут много ошибок. Каких? Ну, что-то с базой данных. Ну, что именно? Попробуй прочитать. Ну, я английский плохо знаю. Ну, ты по... Ну, как ты, разлетерируй. Да, да, да. Ну, тут вот... Тут вот какой-то запрос. Тут... Ну, база данных. Я... Есть что-нибудь такое, типа invalid credentials? Вром? Нет, всё нормально. Таких нету. Есть. Тут запрос какой-то. Запрос... Абазилия... Select. А можешь посмотреть, пожалуйста, к этому Docker приложению нет ли... К этому GoLag приложению нет ли каких-то... Какой-то конфигурации. То есть, так же, по аналогии с NGINX не подключен ли какой-то Volume к Docker, к контейнеру? Я вот что-то могу посмотреть. Нет, Volume нет. Volume нет. Нет, окей. Так. Антон, ошибки не типные? А все ошибки разные? Или есть ошибка, которая повторяется прям... Ну, вот они... Они Select. Ну, как бы запрос приблизительно одинаковый. Но я так понимаю, ну, у меня сходные понимания, но я так понимаю, что тут данные только меняются разные. Вот. И есть разные ошибки Select. А вот я вижу и insert тоже. Ну, вот они такие... Заберись, не переживай, мы тебе поможем, все будет хорошо. Сейчас наша задача выяснить, если проблема в логах, если он ругается на работу с базой, то я предполагаю, что просто вот эти вот запросы, они по каким-то причинам через раз отрабатывают. То есть, возможно, им не хватает времени на отработку. Возможно... Нет, таймаутов нету. Таймаутов нету. Таймаутов нету. Если мы попробуем сравнить, используется один имидж на всех серверах или нет. разумно. Да, разумно. На все подключаться, да? Нет. Достаточно подключиться на один, с которого не было ошибок. Хорошо. Подключился, имиджи одинаковые, теги тоже. Ну, в общем, все одинаково. Вот. Давай, на всякий случай, посмотрим, попытаемся понять, к какой базе подключается приложение, и нет ли нас в стороне базы какой-либо диагностики. Где это посмотреть? Вот, я думаю, сейчас момент. Коллеги, может быть, подскажете? Ну, на самом деле, самое простое, наверное, самое такое в лоб решение — попытаться запустить на… хотя, наверное… А, ну, во-первых, на той машине в порядке бреда, на той машине, где работает проблемный контейнер наш. Случаем других контейнеров не запущены, похожих на базу данных? Нет. Там Postgres, MySQL. Только эту. Только эту. Окей, а в Вики что-нибудь говорится про… Сейчас мы посмотрим. Ищется что-нибудь по словам, там, Postgres, MySQL, там, не знаю, Clickhouse. Ну, вот, я нашел… Как говорят? Нашел здесь вот… Я нашел по этому серверу документацию. Вот. Тут написано, что это голый контейнер. Вот. А, вот. Тут про базу данных есть. Она с кипера берется. А, и здесь еще есть, как запросить это все. В общем, ну, тут есть домен и логин пароля от BD. То есть, доступа по СССР у тебя туда нет? На базу? Ну, сейчас посмотрю. Ну, вот, по такому домену, в принципе, есть. Могу подключиться. Подключить, пожалуйста, и посмотри… Попытайся посмотреть логи этой СОБД, ну, то есть базы данных. Точнее, как, посмотреть вообще, что там такое, что это за база данных. Посмотреть ее логи. Вот. И если тебе нужна… Также докер логс? Ну, не обязательно. Посмотри, пожалуйста. Также, скорее, SSTLP. Да, она не в докере. Хорошо. А какой там порт? 3306 или 5432 или какой-то еще? Или хотя бы название процесса? Басгресс. Басгресс. Трэбл шутером открылся новый элемент системы. Это сервер баз данных. В нем ли проблемы? Или, может, где-то еще? Хорошо. Сделай, пожалуйста… Ты же… Ну, под кем? Под суда у тебя есть там? Да, есть. Сделай, пожалуйста, SU-Postgres. Зайди под видео. Да. Так. Зачем мы это сделали? Непонятно. Посмотри, пожалуйста… Ну… Так, а ты можешь вернись обратно в эту… Судо-юзер. Угу. Посмотри, пожалуйста… Systemctl, статус… PostgreSQL, по-моему… Ну, т.е. tab нажми, там tab тебе подскажет… Ну, написано зелененько запущено. Зелененько запущено, прекрасно. Значит, у нас там Systemd работает. Посмотри, пожалуйста, то же самое, только вместо Systemctl… System… Забыл название… Systemctl… Статус… Введи, пожалуйста, journal.ctl – u.postgreSQL. Угу. Ошибок нету. Цель в том, чтобы посмотреть логи. Ошибок нету. Угу. Все хорошо. Можем вернуться к логам сервиса? Да. Минусами ошибки. Угу. Так… Тут… Тут прям запросы. Ну, хорошо. Там есть запрос, после чего вот этот блок с запросом заканчивается, и там еще что-то по-английски. Есть какое-нибудь упоминание о том, что не найден relation, либо… Или, может, incorrect syntax или что-то такое, да? Не, не. Т.е. просто блок… Блок, типа, ошибка, select 1. Ну, да. Он говорит, что не выполнился запрос. Так. Тогда, может, посмотрим логи PostgreSQL? Там нет ошибок. Мы только смотрели. А, все. Замечательно. Ну, у нас есть вариант наплевать на это до понедельника и до выхода… Нет. А если на других системах сделается? Я хоть буду знать, как решать. Правильно, согласен. Так. Как? Может, запрос этот выполнен? А руками ты можешь попытаться вручную запустить этот запрос? Ну, да. Какой-то выбрать проблемный и запустить вручную, то есть, подключившись к этой базе, запускаешь запрос, что происходит? Да. Ну, здесь все нормально. Выполнился. Выдал таблицу. Выдал таблицу. Угу. Выдал таблицу. Угу. Ну… В проблемном докере там где-то приложение есть. То, что ты говорил, что у тебя не выполняется какой-то запрос… Да, ну, вот, вижу много запросов таких с ошибкой. Ну, это постоянно или иногда бывает нормально? На этом? Где? На проблемном сервисе? Да. Ну, вроде постоянно. Постоянно. А может тогда проверим, есть ли вообще подключение к базе данных? Ну, на проблемном сервисе. Ну, да. Ну, вроде подключается. Как ты проверил? Ну, подключился с помощью утилиты. То есть, в контейнере есть в SQL? Ну, не в контейнере, а на хосте есть. Мы можем посмотреть... А, это ты взял из Википедии, понятно. Да. Там, ну, вот я взял доменное имя, логин, пароль подключился. Мы посмотрели, что у нас есть проблемный контейнер и контейнер, из которого ошибок не приходило. Они на одном хосте находятся? Еще раз не услышал. У нас есть два контейнера, которые мы рассматривали по логам. Один с проблемами, другой без проблем. Не, они на разных. На разных хостах? Да, вот в документации тут написано, что на разных, да. Они в разных дата-центрах. Есть вот контейнеры такие же в этом дата-центре. Будем проверять? У меня есть идея. Проверь, пожалуйста, во что резолувится доменное имя вот этого хоста, который с базы данных. С базой данных. Во что оно резолувится? Прямо, если есть такая возможность, прямо изнутри контейнера голанга на проблемные машины, на проблемном хосте и на тех, на которых нормально все. Угу. У них разные IP-адреса, это была проблема. Как выяснилось позже, в результате разбирательств, в пятницу сетевой инженер из NoName Data Center при конфигурировании доменного имени для тестовой и боевой базы данных перепутал IP-адрес. И проблемный сервер подключался к тестовой базе данных. Логин и пароль команды разработки почему-то оставили такой же. И приложение подключалось к правильной базе данных, но данные в нем были тестовые. В общем, бардак. Не делайте так. И выбирайте надежный хостинг-провайдер, такой как FirstWDS. Ссылка на него в описании. Пишите, что понравилось, что не понравилось. Это поможет развитию в дальнейшем подобного шоу. Подписывайтесь на канал и другие социальные сети. Увидимся в следующих выпусках.